А это уже запись идёт? А, нет, она ещё не идёт. Когда access мигает. Вот это идёт. Да? Всё? Да. Я шлёпаю. Давай. Можно сюда положить? Можно. Отлично. Замечательно. Мы собираемся записать для двух сайтов Хом Синема и КБ Бирюлёва. Хом Синема – это известно, чем мы занимаемся. А КБ Бирюлёва – это когда что-то строится новое. Вот такое решение для бизнеса. Есть архитекторы, дизайнеры, вы, которые себе представляют, как это должно быть. Все встречаются на планёрках, что-то машут руками. А мы-то фирмы, которые это всё фиксируют. И куда стекается вся информация от смежников, и мы в целом видим инженерно, что происходит. Ну, что это даёт – это то, что всё быстро, слаженно работает. Ну, так я хотела про это сказать. Да. И экономия времени, ну, соответственно, и денег, потому что всё под учётом. И ничего из того, что мы решили, не ускользнёт, не будет висячих кабелей, всё будет работать и так далее. Хорошо, мне как об этом сказать? Хорошо мне сказать, скажи. Ну, вообще, как есть. Когда мы познакомились с этой темой. Да, я хотела сказать, что там знаю тебя и пользуюсь услугами твоей фирмы уже… Я посчитала, знаешь, сколько? Уже 15 лет или даже чуть больше. Может, Тиша надо сделать музыку? Она не мешает, как ты думаешь? Сделать тебе музыку? Это будет лучше для записи звука, если и пищи. Да, конечно. Можешь спросить, что знаешь тебя больше 15 лет. Ну, уже можно начинать говорить. И познакомились мы, когда я устанавливала первую спутниковую антенну у себя. Я вспомнила, это я вышла второй раз замуж на Подвысоцкого. Ты помнишь, что на Подвысоцкого мы первый раз встретились с тобой? А вот это я не помню. Я больше помню уже о Барбюсе. Нет, ты Барбюса помнишь. А потом, это ж тебя, видно, муж мой нашел. А потом я иду по улице на Лесе в Украинке, ты не помнишь? И ты идешь мимо меня, а я уже переехала на Барбюса. И я бегу за тобой и кричу, валик, валик. Ты оглядываешься, так смотришь на меня. А я говорю, ты меня помнишь? Я говорю, устанавливала спутниковую антенну на стороне Водницкой. И мне теперь нужна антенна в другом месте. Ты говоришь, ну вопросов нету. И даешь мне визиточку. Я ее долгое время хранила, такая бумажная была. Визиточка просто, да. И все, ему как начали. Барбюса. После Барбюса у нас что было? Большая Житомирская. Согласен? После Большой Житомирская, Красноармейская еще. После Красноармейская эта квартира. И до этого была Старнова Водницкая. Опять адресов, по которым ты меня обслуживал, я посчитала. И это уже больше 15 лет. Мне не было 30 лет. Мне было 28 или 29, когда мы с тобой познакомились. А мне исполнилось сейчас 45. Ты понимаешь вообще? Ты понимаешь? Время пройдет. Ну я когда начала считать дома, мне стало страшно этого Божьего. Я уже старалась. Единственное, я подумала, что ты еще до сих пор без детей, например, за 15 лет. Я ребенок в Москве растил. Есть там в Москве, взрослый, да? Ну 12 лет. Короче, надо что-то же на камеру рассказывать. Да. Да, давайте скажем, да. Что с Валиком я познакомилась уже очень давно и услугами его фирмы пользуюсь уже больше 15 лет. Что всегда нравилось в тебе, знаешь? Никаких лишних разговоров. Все конкретно, конкретно, по плану. Никакого беспокойства для меня или какого-то дискомфорта. Ты понял, твои мальчики пришли незаметно и незаметно ушли. Тихо. Я спокойно могу им доверять. Ну и что очень в тебе всегда ценила? Это предложение рациональное, конечно, да. Ты всегда мне помогал как бы понять, что лучше для меня, разобраться вообще во всем, да. Потому что для меня это же было сложно, ты же понимаешь? Мне приходилось в это вникать. Да, да. Теперь я единственный человек дома, который разбирается со всеми пультами, знаешь? Я уже очень многое знаю про вашу профессию. Могу и так, и так. И по пустякам тебя пытаюсь не беспокоить вообще, знаешь? Да, я стараюсь сначала сама разобраться. Потом уже, когда мне если непонятно, то обращаюсь к тебе. Что нравится, что обратиться могу к тебе, в общем-то, не знаю, беспокоит тебя, конечно, иногда и во неурочное время, что могу быстренько по телефону позвонить и решить любую проблему. Тоже это большой очень плюс. Вообще не было с тобой никаких проблем, очень тебя ценю и старалась всегда твои контакты не терять, ты понял, да. То есть работу твою оценим на пять. Если за 15 лет ты меня не разочаровал ни разу, значит, ты, да, достойна уважения. Надеюсь, я тоже в своей профессии так же тоже держу марку. Короче, ты держишь марку однозначно, Валик, да. Это достойна рекламы лучшей. Что тебе еще рассказать? Расскажу. Расскажу. Может рассказать по поводу домашних кинотеатров что-то, нет? Можно, можно послушать. Да, сейчас подумал, как. Важно, что прозвучало К.Б. Бирюлёва под инженерией и хом-синема. Мы там уже это склеим как-то. Да? Давай подумаем, как лучше сказать. Сказать, что на Крещатике был очень сложный ремонт. Очень сложный ремонт и была очень большая задумка, как это должно было быть сделано. Все хотелось сделать в современном стиле, технологичном. Ты понимаешь, чтобы не было ничего лишнего, чтобы все было правильно. Поэтому мы нуждались в глубоком понимании разработки этого. Ты все осуществил, вопросов нет. Ты же мне еще и телевизоры заказал, нестандартные. Ты же помнишь? Мы этим занимались. К.Б. Бирюлёва. Ну, если будешь строить дом, то ты заранее, как только у нас появится проект, сразу же. Конечно. Проект сейчас уже появился. Я только с этой истории в стране не могу начать строить дом. Прежде чем начать строить, нужно с такой инженерной фирмой, как наша, посоветоваться. Конечно, я с тобой планирую советоваться. Бюджет же нужно. И бюджет мы сделаем. Бюджет я примерно понимаю уже какой-то. Ты уже понимаешь. Ну, по проводке, по электричеству, посчитать эти все кабели. Это еще… Ну, ты понял. Проект мне пока только… Я дернула проект из Москвы, ты понял, дома. Он мне так очень сильно понравился. А здесь мне его Петухова уже переделала под то, что я хочу, ты понял. И все. И остального пока ничего не касалось я, ты понял. Когда вот уже только уже я буду знать, что я начинаю, то, конечно, я обращусь к тебе. Причем прикол, что есть такие вещи, которые тебе не то, что непонятно, но и не нужно знать, но они необходимы, чтобы проектировать заранее. Там такие простые вещи, как выходы коммуникации из фундамента… Я без тебя не начну, чтобы ты понимал. Уже когда заливают бетон, уже там наши специалисты какие-то закладные трубы делают, чтобы потом не делать алмазную резку бетона. Я без тебя не начну по-любому. Во-первых, будет строить Валера по-любому. То есть мы уже все, ты понял, у нас все схвачено. Я без тебя не начну. Сначала я проект покажу тебе, конечно. Я тебе покажу. Ты внесешь свои коррективы, какие там нужно. Мы договоримся, с какого момента ты заходишь туда. И все. Это энергосберегающие, может, технологии надо применить. Изучить, сколько там электричества. У нас надо сделать… Да, изучим рынок. Солнечные батареи. Изучим рынок, да. И мне что-то надо будет такое конкретное решить по этому дому. Может быть бассейн будет, подогрев воды. Бассейн будет сто процентов. И закрытый бассейн. То есть там масса нюансов будет. У нас куча работы с тобой впереди. Я же тебе говорю, если бы не эта ситуация в стране, я бы уже давно начала. Я собиралась начать позапрошлым летом. Понимаешь? Ну, такие инженерные всякие. Там геодезию уже сделали, там участка. Да, геодезию сделали, они уже выезжали, все уже сделали. То есть мы знаем, как и что нам можно уже… Воду пробить, это уже… Начинают то там искать, то сям, бегать по участку со своими бурами. У нас просто соседи, сосед, мы его хорошо знаем. Там все соседи наши… Присоединиться можно. Да, мы будем присоединяться. Чему выгодно, чтобы была циркуляция воды. Конечно, конечно. Там все живут, одни наши друзья вокруг, ты понял? Это на Сокарках, мы там как бы зацепили такое место, намытый этот остров, ты понял? За третьим шлюзом? Сейчас я тебе скажу. Да, это за третьим шлюзом. Вот там вот. И мы туда залезли. Там где Вацлав живет? Ну, владелица Сокарков полностью. А, ты его не знаешь? Кто землю продает? Я там Бёрн и Штенделя знаю. Вацлав там, вот это ж он… И мы рядом с ним, там все-все-все друганы. И мы там будем тоже. То есть, мы сходим и к ним посоветуемся, что и как. Они там уже прожили несколько лет, ты понимаешь? Они уже кое-что там, кое-что на чем собаку съели, ты понял? У них, оказывается, их там подтапливают весной. Ну да, там лучше же подвалов даже не делать, может быть. Да, там лучше их и не делать. А если делать, то надо сразу там специальную помпу устанавливать. То есть, это с того времени уходит, что лучше поверху и расползтись по участку дома. Может быть, может быть, согласна. Там масса нюансов. И надо строить набережную хорошую, ты понял? Вообще укрепляющую. Укрепляющую вообще там масса… Ну, Валера знает, масса нюансов. Так что у нас еще впереди кусок работы. И мы обязательно обратимся, да. А что по поводу ситуации в стране? Что тебя интересует? Что ты думаешь по поводу этого? Ну, в целом. Ну что, вопрос, конкретный вопрос, конкретный ответ вам, да. Не думаете отсюда уехать? Нет, Валя, к ней поеду, потому что по причине того, что… Я знаю, что такое заграница. У меня был вид на жительство и все на свете, да. То есть для меня это закрытая область. Закрытое такое. Для меня как для стоматолога вообще. А я уже совершила сумасшедшую карьеру как бы для себя сама. Причем собственной головой, ты понимаешь, в стоматологии. Это не то, что там, знаешь… Прикрытие. Да. Не то, что там мама, папа за меня или кто-то меня там потолкал. Я все сделала сама, понимаешь. Я никогда больше, ну… Достичь такого же уровня там, это вообще невозможно. Ну, это вопрос самореализации. Да, вообще. Он просто… Я беру и свои, будем так говорить, 20 лет закапываю. Понимаешь, просто вот так беру яму, выкапала и бросила туда. Никогда не будет отношений. Меня возьмут с радостью везде, будут целовать меня и в руки, и в ноги, понесут меня на руках и предложат мне любые деньги за нелегал. А нелегально я работать не буду. Ты понял? Ну, у меня не тот уровень, чтобы нелегально работать и бегать, понимаешь, как идиотка. А добиться легального положения, ну, например, проще всего это было бы, конечно, сделать в Германии, наверное, потому что в Америке вообще грусть, тоска. Ну, это минимум 6 лет. Ну, там защищать нужно свой дипломок. Все надо, все, надо все по новой вообще, ты понял. Надо все изучить, все курсы закончить, язык выучить в совершенстве немецкий для меня. Почему таракань? А в Америке это вообще нереально. Ну, это надо минимум еще лет 10. Ну, куда мне еще 10 лет? 10 плюс лет и мне 56. И что потом? Пять лет поработать и пойти на пенсию, понимаешь, уже минимум логики. То есть для меня это отрезано, понимаешь? Муж, с другой стороны, ты же понимаешь, он львовянин, патриот, понимаешь, он еще работник службы, кто его куда выпустит. Ты же понимаешь, это ему надо или ехать продавать, все, что он знает, ты понял, да. Ну, так немало он знает, но это, ну, я вообще не представляю, это ты понял. То есть это такая жесткая эмиграция. Ну, еще один момент есть такой. Мои дети никогда там не станут на равных с остальными, ты понимаешь? А это меня убивает. У меня здесь больше возможностей им дать, ты понимаешь, гораздо. Это вот такого, как ты, может, знаешь, пока ты сейчас у тебя нет никаких якорей. Поехать и дерзать. Вот, кстати, неплохое место очень, из того, как бы, слышала Австралию. Да. Да. У меня уже друзья туда уже, ну, пациенты, друзья очень многие уже поехали, уже приехали к нам, уже рассказали. Политика там государств адекватная. Вообще, очень люди доброжелательные, ну, как все островные государства, ты понял. Ну, те, кто на острове живет, хорошая погода и рыба есть, ты понял. Они совсем другие. И очень хорошо относятся. Они, правда, они поехали, им было где-то по 30 с лишним, получается, съедите с этим. Они приехали, там чуть-чуть кое-что проучились. Он бизнес-школу какую-то взял, ты понял, года на два. А она там что-то, она была парикмахер, пошла куда-то там, парикмахерская. Короче, они быстренько это освоили, начали, хочу тебе сказать, работать очень довольны. Купили дом с двумя спальнями под Сиднеем, 7 километров. Такие городки, ты понял, вот эти сателлиты вокруг Сиднея. 200 тысяч долларов вот так на берегу океана, пожалуйста, выходи там, ты понял, да, и купайся. Ну, сколько спальни? Две спальни, ну, две спальни там, да, хорошенький домик. Красиво найти себя на домике у них все идти, ты понял? Ну, да. Ну, это какая разница? Ну, им какая разница там, да, все время хорошая погода. От Австралии они, конечно, в шоке, в каком плане. Природа, говорят, такая, что просто до речи пропадает. Ты понял, да. Природа, продукты. Коты ходят с колокольчиками, знаешь, на шее. А зачем? Зачем? Ну, подумай. Как ты думаешь? Чтобы... Ну, их слышали. Ну, кто? Чтобы их слышали. Кто? Кто? А, животные дикие. Чтобы они на них не охотились. Птички. Чтобы они запопугали. Чтобы слышали, а птички, чтобы тырились от них. Потому что у них очень, оказывается, богатый птичий мир в Австралии. Ты понял? Да. Очень много этих всяких разновидностей попугаев каких-то там необычных. Все практически занесены в Красную книгу. Короче, котам все привязали колокольчики, чтобы не ловили птиц. Представляешь? Вообще такой прикол. Давайте скажем, да, что-то по дому. Да, да? А мне вот... Будем собираться строить дом и обратимся типа... Да, да, точно. В планах у меня строить дом. Проект такой глобальный. Хочу современный какой-то, энергоэкономный там. То есть я собираюсь в этом доме встретить старость. Да, оставить детям все остальное здесь и выехать за город. Поэтому в любом случае обращусь к тебе. КБ Бирюлево, да, теперь для меня мое место. Ты понимаешь? Я знаю, там мне всегда помогут, окажут услуги, подскажут, сделают быстро, оперативно. Оперативность твоя тоже меня вдохновляет очень сильно. Я радуюсь, когда нахожу людей, которые умеют так работать. Ты понял, да? Ну, так относятся к своей работе. У нас в стране таких мало. Даже несмотря на то, платишь ты деньги, не платишь деньги, какие суммы ты платишь. Есть люди, которые просто не выполняют того, что ты просишь от них. Не оказывают достаточного сервиса. К вашему сервису претензий нет. К качеству тоже. Все сделано качественно, все хорошо. Ну, нет, у меня с тобой проблемы хорошие. Люблю тебя. Поэтому не отказалась в рекламе сняться. Другому бы отказалось, а тебе нет. Меня всегда волновал вопрос. А куда вы деваете вырванные зубы клиентов? Мы? Ну, самое интересное я оставляю. Я их собираю. Ожерелья? Ожерелья, да. Мы с этой целью собираем. Так я тебе покажу, какие есть, ты закачаешься. Это иезу уникальное. Я собираю их. Собираю чисто из интереса. Сейчас покажу тебе. Вот, например, смотри какой экземпляр. Хопа. Ну, они отбеленные, не бойся. Это пероксиди, оно отбеленное. Да, оно все чисто идеальное. Видишь? Посмотрите, корни. Как рога у быка. Как сложно было их выдрать. Да, вообще караул. Ты понимаешь, вытащить такое? А вот, смотри какой корень. Хопа. Вообще, позакручивалось. Вот у вас какая была жизнь. Посмотрите. Ага. Посмотри, какой растет вообще. Это что-то ему мешало? Это аномалия. Да, что-то ему не позволяло выровнять эти корни. Ты понял? Ой, ну жуть сплошная, я тебе хочу сказать. Вот это ж мы их и храним. Так что, если вам надо будет, посмотри, какие красавцы. Для съемок. Ну, вообще, это уникальная коллекция, чтобы вы понимали. Да, да. По секундочку. Масштаб коллекции.